Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Наденьте маску. Мобильная бригада проверила соблюдение масочного режима в Чебоксарах. Сутки без воды. В Чебоксарах пройдет финальная проверка готовности водопроводно-канализационных сетей и сооружений. Лошадиный рейтинг. Рысак из Чувашии попал в десятку лучших на дерби в Москве. Переход на второй этап снятия ограничений по коронавирусу вовсе не предполагает полный отказ от рекомендаций Роспотребнадзора. В республике продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Мобильные группы обследуют предприятия сферы потребительского рынка. Дистанции. Есть правила профилактики новой коронавирусной инфекции для каждого. Есть товары первой необходимости в наличии для продажи. И есть, конечно, вы каждого пропускаете уже в масках, да? Конечно. Сами уже в масках. Молодцы. Спасибо. А они остались прежними. Владельцы магазинов и индивидуальные предприниматели, торгующие на точках. Собственники кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания обязаны обеспечивать своевременную дезинфекцию, вести учет этого в специальных журналах обработки помещения, измерять на входе температуру у посетителей и вести журнал термометрии. Обе стороны, и продавцы, и покупатели должны соблюдать масочный режим. Столичная мобильная бригада проверила, как обстоят дела на одном из крупнейших рынков ярмарки на Гладково. Мы исполнили все рекомендации, которые дало нам Роспотребнадзор. То есть все арендаторы, мы с ними провели беседу. Они нас услышали, поняли и все приняли рекомендации. То есть все исполнено у нас на данное время. К сожалению, за всеми не уследить. Во многом, это зона личной ответственности владельцев точек. В ходе рейда были зафиксированы нарушения в некоторых торговых павильонах. Не велись журналы обработки помещений и термометрии. Значит, индивидуальный предприниматель будет приглашен в администрацию для составления, то есть в Министерство экономического развития для составления протокола. И на основании этого протокола мы направляем данный протокол суды, судебные органы. И будет принято на судебном заседании уже решение, какое наказание будет наложено для данного индивидуального предпринимателя. Сам КОА предусматривает по данным нарушениям от 30 тысяч до 50 тысяч штрафа для индивидуального предпринимателя. Денежный штраф, конечно, бьет по карману предпринимателя, но прибыль можно восполнить. А вот восполнить здоровье будет сложнее. Давайте не забывать об этом. Ульяна Пятакова, Республика. Сегодняшний рабочий день в Рио главы Чувашской республики Олег Николаев провел в Шумуршинском районе. В самом центре и в селе Трехболтаево идут капитальные ремонты сразу двух социальных объектов – больницы и школы. Качественное образование и здравоохранение – то, в чем люди нуждаются в первую очередь. В Трехболтаевской школе обучается около 170 ребят из ближайших населенных пунктов. Там проведен капитальный ремонт, средства на которые были заложены в бюджетах разных уровней. Заменены оконные блоки, проведено благоустройство территории. В следующем году работы продолжатся. В здании школы, кроме учебных классов, размещаются две группы детского сада. В рамках национального проекта в 2021 году здесь появится Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В планах закупить современное компьютерное оборудование. Это очень важно для полноценного образовательного процесса, отметила Олег Николаев. Что касается медицины, то в Шумуршинской районной больнице тоже был проведен капитальный ремонт. В течение последних двух лет здесь идет постоянное обновление оборудования. В коллективе надеются, что сюда придут молодые специалисты, решившие работать на силе. В Чебоксарах предстоящие выходные на сутки отключат холодную воду. Это финальная проверка готовности водопроводно-канализационных сетей и сооружений столицы к работе в осенне-зимний период. Делается это один раз в год в августе. Соответствующее постановление подписал Алексей Ладогов. Большой процент износа трубопроводов – это наследие советских времен, говорят специалисты. Тогда строили много и быстро. Порой за качество и длительную эксплуатацию никто не отвечал. Старые водоводы были установлены в 70-х годах прошлого века. Сейчас они полностью уже изжили себя и их модернизируют. Заменят на совершенно новые клапаны. Вот они здесь находятся, один из них. Есть еще два таких, их привезут и установят сюда уже в ближайшие дни. Благодаря чему санацию можно будет проводить без отключения холодной воды. За два дня на этих напорных водоводах установят запорные устройства и обратные клапаны. Это в целом увеличит надежность работы станции. При установке вот этих вот устройств клапана и затвора позволит отключить водовод отдельно от другого водовода и работать автономно насосной станцией. Эта работа одна из масштабных. 50 работ будет в городе выполнено. Задействованы будет 375 человек работников водоканала, более 50 единиц техники. Сейчас проводится капитальный ремонт по восстановлению коммуникаций и санации на участке номер один. Эта труба самая большая в городе. Ее диаметр составляет 120 сантиметров. Последний раз санировалась лет 50 назад. Результат коррозии и прочее, они все осаждаются на поверхности трубы. Мы их счищаем механическим способом. И после этого уже производим покрытие цементно-песчаным раствором, который уже защищает стальное покрытие от ржавчины. А воду, соответственно, от попадания этой ржавчины одновременно продлевается срок службы трубы. Кроме того, есть еще одна новация. Для канализационных колодцев изготавливают бетонные кольца с полиэтиленовым листом. Они гораздо долговечнее и герметичнее. По мнению специалистов, это особенно актуально для районов, где грунтовые воды находятся высоко. У нас 19 тысяч канализационных колодцев, 17 тысяч водопроводных. Мы в год практически порядка 500 колодцев ремонтируем. Сегодня, применив такую технологию, мы уменьшим разрушение колодцев в разы. Крупномасштабные работы по модернизации системы водоснабжения стали возможными благодаря проекту развития систем водоснабжения и водоотведения в городах страны. В общей сложности на модернизацию водочистных сооружений предусмотрено 1 миллиард 200 тысяч рублей. Основные работы пройдут на этом участке с 8 по 9 августа. В эти сутки воды не будет. Нам придется отключать и сбрасывать воду. То есть, эта работа организована именно с 12 ночи. То есть, здесь будет организовано и освещение, и на месте будем кормить работников, обеспечивать горячим питанием. То есть, чтобы условия выполнить комфортные для того, чтобы в 12 ночи мы воду уже в город дали. Это не просто так. Эта работа очень сложная. По подсчетам специалистов водоканала, на сутки семье из трех человек потребуется около 200 литров воды. Больше запасать необходимости нет. Также перед отключением все резервные емкости системы водоснабжения насосных станций заполнят для нужд пожарных. Воду будут отправлять потребителям по заявке диспетчера. Диспетчерской службы по номеру 1383. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу 29-летнего жителя Чебоксара. Проживая в Перу, он сумел вступить в преступный сговор с одним из жителей Москвы и отправлял на его адрес наркотические средства. В суде установлено, что 29-летний житель города Чебоксары, который длительное время проживал на территории республики Перу, вступил с жителем Москвы в преступный сговор. Злоумышленник приобрел в Перу около полутора килограммов растительного вещества, которое использовалось местными шаманами и в племенах для проведения ритуальных обрядов. И по своей сути и составу являлось наркотическим. Данное вещество под видом натурального мыла он отправил через почтовую связь в Россию на территорию Чебоксарской республики, где наркотики и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. А сам подсудимый был задержан непосредственно по прилету в Россию. Суд приговорил виновного к наказанию в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в суд было направлено прокуратурой Чувашии, а преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашской республике. В штабах кандидатов на пост главы Чувашии полным ходом идет работа над программами, с которыми они будут выступать перед избирателями. Наша съемочная группа побывала в некоторых из них. После регистрации режим работы у Сергея Матвеева изменился. Кандидат от партии «Патриоты России» говорит, что его предвыборная программа будет строиться на теории малых дел. Сейчас главная задача – обобщить все обращения депутатов муниципалитетов и найти пути решения проблем. Сейчас мы встретились, ну, как бы, вот с депутатами мы повстречались, все, как бы, их пожелания мы услышали, Проблемы республики мы в целом знаем, как бы, их учли, как бы, их замечания, как бы, включаем их в программу, чтобы все проблемы были включены в нашу программу. Мы готовим агитматериал сейчас. Решаем с определенными СМИ, куда будет наш материал выпускаться. То есть договариваемся с этими СМИ, с площадками определенными, где будем встречаться. В выборном штабе Николая Степанова всегда многолюдно. В программе, которую готовят для его сторонников, учтут все предложения избирателей. Одно из них – создать условия, чтобы люди не уезжали из Чуваши. Программа, она должна быть рассчитана на улучшение жизненных условий, поддержке бизнеса, жителей сельского хозяйства, сельского села, потому что мы уже при встречах убедились, что отсутствует вода сельской местности, очень слабая поддержка со стороны власти фермерскому хозяйству. И самое главное, самое главное в нашей программе, я считаю, что это очищение власти от коррупционной составляющей, повышение ответственности тех руководителей, которые будут работать, формирование правительства по принципу профессионализма, ответственности. В штабе Олега Николаева каждый день посетители. Его сторонники не только знакомятся с программой кандидата, но и продолжают ставить подписи в его поддержку. На этот раз в главном офисе штаба побывали ветераны агропромышленного комплекса. В программе Олега Алексеевича очень много внимания уделено проблемам агропромышленного комплекса, проблемам села. Поскольку село является одним из определяющих участков экономики республики, это так и должно быть, я думаю. То, что уже в программе предусмотрено, часть программных направлений уже сегодня выполняется. Оказание финансовой помощи сельским хозяйствам, содержащим коров. Дальше сельская ипотека и другие самые решения, которые сейчас приняты им, которые сегодня реализуются, говорят о том, что Олег Алексеевич свои обещания обязательно выполнит. Сторонники Олега Николаева также создали специальный сайт. На нем можно познакомиться с программой кандидата и узнать адреса народных штабов по всей республике. Татьяна Молокова, Юлия Одикова, Андрей Спиридонов, Николай Скворцов. Республика. За развитие добровольчества в Чувашии нагрудным знаком будут поощрять волонтеров со стажем. Это высшая республиканская награда для добровольцев. Соответствующее положение подписал в Риуглова региона Олег Николаев. Эту новость он сообщил во время встречи с добровольческим активом в Доме правительства. Их добрых дел не перечесть. Весной в разгар пандемии волонтеры помогали всем, кто ограничил общение и ушел на самоизоляцию. В первую очередь пожилым, многодетным, особо нуждающимся. В июне к волонтерам Победы и добровольцам фонда Перле подключились еще и волонтеры к Конституции. Первой деятельностью это был обзвон пожилых граждан. Мы обзванивали граждан и разъясняли им, что у них есть возможность проголосовать дома в целях безопасности своего здоровья и минимизации рисков своего здоровья. Работая на информационных точках, мы рассказывали о выносимых на голосование поправках, раздавали информационные буклеты и наклейки. В региональный штаб Всероссийского корпуса волонтеры к Конституции записались более 270 человек. Из-за пандемии его пришлось формировать дважды. Работа была организована на базе Центра молодежных инициатив. Что хотелось бы сказать, это слова благодарности за то, что цените наш вклад, наш труд. Это для нас, поверьте, неоценимо. Все мы знаем, что нам пришлось работать в период пандемии, когда ключевые решения принимались в те же минуты, в считанные минуты. И ребята, и руководители, понимая всю ситуацию, откликались на любой призыв. Им большое спасибо и низкий вам поклон. Добровольцам и молодым активистам территориальных избирательных комиссий были вручены благодарственные письма. Вам огромная благодарность и признательность за такую самоотверженную, за последовательную ежедневную работу, которую вы проводили, мы с вами вместе проводили. И это, с одной стороны, давало нужный конкретный результат, с другой стороны, позволяло нам обеспечивать, прежде всего, сохранение здоровья и благополучия многого, большого количества людей. Новаций в агропромышленном комплексе не было бы без удачного опыта прошлых лет. До сих пор у всех на слуху имя Аркадия Павловича Айдака – консерватор и экспериментатор в одном лице. Он вывел свой колхоз в лидеры отрасли. За опытом к нему приезжали со всей России и даже из-за рубежа. У каждого ветерана агропромышленного комплекса «Чувашия» своя история знакомства и отношений с этим удивительным человеком. Но все они считают его своим учителем. В 45 лет Аркадий Айдак руководил колхозом «Ленинская искра» Ядринского района и сделал его опытно-показательным. Придерживаясь традиционных взглядов на ведение сельского хозяйства, он не боялся экспериментировать. Когда он начинал работать, колхоз стал, специалистов нет. Он был и в роли бухгалтера, и экономиста, сам нормы выработки составлял. До сих пор многие начинающие фермеры используют наработки Айдака в организации своих личных хозяйств. Причем это касается не только технологий выращивания различных культур, селекции, но и управления финансовой и кадровой политики. У него была черта такая, относиться к людям, доброжелать, не криком, брат, и прочим, убеждать. Я думаю, мы многому у него научились и все равнялись, как говорится, у нас как опытное показательное хозяйство было для нас. Всю свою жизнь Аркадий Айдак собирал предметы старины. Его коллекция стала основой и для создания музея натурального хозяйства. Изба, черная баня, ткацкий станок – все, как в старом христианском подворье. Без прошлого нет настоящего. Разговор о нынешней ситуации в сельском хозяйстве получился предметным. Ведь в Совете ветеранов агропрома собрались знающие люди. К нему подключились главы сельских поселений и руководители местных предприятий. Обсудили вопросы комплексного развития сельских территорий Ядринского района прежде всего. Рассказали о существующих формах поддержки. Обсудили государственные программы. Обсудили также наши, скажем так, недостатки, которые есть в отрасли, которые в ближайшее время надо исправить. Очень было много предложений интересных. И, конечно, обязательно в ближайшее время мы этими предложениями дополним комплексную программу развития Чувашской республики. Инесса Потапова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. В преддверии дня города Чебоксары проходит онлайн турнир по гиревому спорту. Рысак из Чувашии попал в десятку лучших на дерби в Москве. Конь «Зов предков РМ» под управлением наездника Валерия Краснова боролся за главный рысистый приз. В отборочных бегах участвовали 40 быстроногих рысаков, но в финальный этап прошли только 10. «Зов предков РМ» хоть и не победил в дерби, но вошел в топ-10 лучших лошадей страны. Более чем из тысячи беговых, рожденных в 2016 году, сообщают в пресс-службе Чувашского конного завода имени Чапаева. Это главные новости среды. До встречи в эфире.